Скручиваем блестящие вовнутрь, потом мы это склеим в наш получившийся цветочек. А уже цветочек на основе наших лепестков. И таким образом у нас получится такое украшение на руку. Марина Романчук занимается ростовыми цветами, которые изготавливает из специальных материалов – фоамирана и изолона. Уликла с техникой сравнительно недавно, но быстро поняла – это любовь надолго. Поразили габариты небольшие. То есть они и так красивые, яркие, сам фоамиран, если вы видели, он блестящий, однотонный. Но цветовая гамма просто безумная. И хочется потрогать. Попробовала месяц-два, не отпускает, еще, еще, еще не отпускает. Могу в 9 утра сесть и до 12 ночи готовить. Ну это все делать, рукодельничать. Помимо цветов Марина делает шикарные светильники, пасхальные яйца, браслеты и украшения для волос. Но именно цветочные композиции привлекают больше всего внимания. Марина, а вот такая вот большая композиция, сколько на нее было времени потрачено? Почти месяц. Сначала все вырезается. Потому что, если видите, материал тоже это фоамиран, только он глиттерный называется. Он блестящий. То есть, каждая все это вырезалась, придавалась форма, потом клеилась. Серединка, чтобы внутри, чтобы она держалась, это тоже занимает времени. После того, как наша героиня освоила технику сама, пришло желание делиться умением с окружающими. С тех пор мастерица проводит мастер-классы для детей и подростков в местной библиотеке и на поселковых праздниках. Мне очень понравился этот мастер-класс. И он, в принципе, очень полезен и увлекателен. Можно подарить кому-то или самой себе забрать, или даже как на память. Ты вот такой вот цветок сделала в первое свое посещение мастер-класса. Тебе тяжело было, расскажи? Нет. Просто было интересно. Ты во всем этом сразу утопаешься и прям очень нравится. Марина – волонтер. Занятия проводит бесплатно. Все материалы и инструменты, а их требуется немало. Мастерица покупает на собственные средства. Поэтому все, причастные к проекту, очень надеются, что его заметят. Если получится все-таки получить эту премию, закупка материала, закупка инструментов. Видели сами, что приходится работать все в одном экземпляре. Хочется, конечно, каждому оборудовать места. Ту красоту, которую показывает наша Марина, ту красоту, которую постигают наши девочки, то есть это и дети, и подростковый возраст, я думаю, это хорошо для развития девчонок наших. Для того, чтобы ей дальше двигаться, развитие, ей же для таких вещей нужно помещение, и куда материалы все это убрать, и все. И средства нужны. Поэтому конкурс «Наша Подмосковья» – это все-таки денежная премия, может быть. И мы надеемся, что ее труд, ее творчество жюри оценят, и мы будем за нее очень рады. 6 сентября вместе с остальными соискателями премии «Наша Подмосковья» Марина Романчук проведет презентацию своего проекта по дворце спорта «Видное». Всего на премию от поселка Володарского в этом году подано 4 проекта, и все так или иначе связаны с поселковой библиотекой и благотворительностью. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ.